В Крымском небе сегодня сошлись воедино сразу несколько лунных явлений. Первый из них – суперлуния. Это полнолуние при наибольшем приближении спутника к Земле. Обычно такое случается 2-3 раза в год. В научном обиходе термин «суперлуния» не применяется. Вместо этого используют традиционные затмения и полнолуние. Сегодня Луна на минимально возможном расстоянии. Это 359-360 тысяч километров. Некоторым кажется, что многие считают, что Луна должна быть очень большой на небе. На самом деле, ее, видимо, диаметр увеличивается незначительно, едва заметно человеческому глазу. Полное затмение – другой эффект, который можно наблюдать сегодня. Луна, полностью зайдя в земную тень, отражает ее кирпично-красный оттенок и приобретает такой же цвет. Но и это не все. Помимо прочего, сегодня – так называемая голубая луна. Голубая луна вообще никак не связана с цветом голубая. Это такой термин, который обозначает календарное явление, когда за один месяц может случиться два полнолуния. По мнению эзотериков, сегодня – самый опасный день месяца в лунном календаре. Впрочем, горожане ничего особенного, тем более в негативном смысле, не почувствовали. Что-то по-другому? Я никак не ощущаю. Сегодня все как обычно? Абсолютно. Вышли прогуляться, пока нет. Если бы, может, сидели бы дома, может, как-то бы ощутили, а вышли развеяться, погулять, сходить в кино. Поэтому пока нет, так ничего на здоровье пока не ощущается. Самочувствие хорошее. Хорошее настроение, бодрое, люди активные, улыбаются. Ну, еще никто не ругался. Небесные явления с древних времен настораживают и даже пугают людей. Дни затмения Луны считались днями царствования темных сил и злых духов. Некоторые современные люди продолжают относиться к астрологическим событиям с опаской. Однако специалисты советуют не заострять внимание. Те же астрофизики убеждены, что приливные силы Луны могут влиять на погоду, но не более того. Я думаю, что звери в процессе эволюции обратили внимание, что Луна большая или маленькая на их здоровье не влияет. Да, гравитационные процессы, конечно, есть. Гравитация влияет на наше физическое тело. Хорошо, мы адаптированы к отношениям гравитации между двумя телами, Землей и Луной, в процессе своего развития. Адаптированы. И вот то микроскопическое изменение, которое будет сегодня в процессе гравитации, вряд ли скажется на нашем состоянии. Люди давно обратили внимание, что для определенных дел благоприятнее определенные фазы синодического месяца. Например, по лунному календарю сеют, сажают культуры и не только. Всем известно, что если постричь волосы на убывающую Луну, то они будут расти медленнее. И наоборот. Как признаются парикмахеры, их клиенты не пренебрегают этим общепринятым правилам. Люди на это внимание обращают и приходят непосредственно в то время, в тот цикл Луны, когда им удобно. То есть приток клиентов увеличивается? В растущую Луну, наверное, больше нет. То есть людям практично, чтобы волосы дольше не рос. А в женских парикмахерских, наверное, наоборот. Выражение «однажды при голубой Луне» в английском языке означает «чрезвычайно редко». Хотя на самом деле два полнолуния в один месяц периодически случаются. И все же любой небесный феномен – это лишний повод на мгновение оставить обыденную суету и поднять глаза к небу. Анастасия Сухарева, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.